В Москве в Торгово-промышленной палате состоялась секция Московского экономического форума на тему импортозамещения в России, как избежать перекосов и реализовать потенциал. В условиях введения западным санкций российским руководством была провозглашена политика импортозамещения, но осуществить быстрый и безболезненный переход к импортозамещению в условиях обострившейся географической обстановки и непростой экономической ситуации необычайно сложно. Для этого требуется государственная поддержка, значительный объем ресурсов и решение проблем государственного управления. Сложившуюся ситуацию и выход из нее обсуждали видные ученые, предприниматели, политики и государственные служащие. Вопрос об импортозамещении стоит давно. Я вот посмотрел свои здесь недавно бумаги. Ровно четверть века. Четверть века, подумать только. Мы толдычим одну и ту же историю. Мы уже тогда заметили начало привитивизации структуры российской экономики, еще при перестройке. И вот сегодня мы, по сути дела, у разбитого корыта находимся. И я хотел бы сказать, что политика нашего правительства сегодня, мне кажется, немножко паническая. И в том смысле, что они понимают, что мы были правы. Они понимают, что нужно все-таки начинать какую-то реиндустриализацию. Пока, к сожалению, много риторики. Но самая плохая риторика заключается в том, что импортозамещение надо начинать по всему фронту. И это, мне кажется, очень большой иллюзией и ошибкой. То есть мы опять стоим перед тем, что мы должны это сделать. Геополитическая ситуация, как бы она ни была отвратительна, она дает нам шансы. Но она должна ясно говорить о приоритетах. И вот выработка приоритетов импортозамещения, что мы должны все-таки заместить, а что оставить, мне кажется, это наша задача сегодняшняя. Импортозамещение возможно, нужно. Никакой опасности нету. Потому что бывшие части СССР, Кавказ, Южный и Северный, и Средняя Азия нам дадут все то, что мы берем с Запада или с далекой Латинской Америки. Не надо вывозить ничего. Мы вывозим лучшие продукты. Мы все здесь могли использовать, в том числе и сырье. И ввозить не надо. Мы завозим плохое оттуда, из-за границы. Идеальный вариант, чтобы ее не было в таможне. Не надо везти к нам что-то, и у нас ничего не покупайте. Тогда никакие санкции не помогут. Именно так. Потому что мы полностью самодостаточны. А пока мы открыли ворота для мусора и отдельные переходы для лучшей продукции от нашей страны. Наша экономика устроена недостаточно эффективно. Она изнемогает под временем коррупции, монополизма и с 19-го года присоединения к ВТО на кабальных условиях. Соответственно, она не может по-человечески развиваться, потому что эти условия блокируют развитие сами по себе. А государство, по крайней мере, правительство Медведева, свои обязанности исполнить не собирается. В результате, чтобы не допустить экономического спада, приходится идти на девальвацию. Как это случилось в начале этого года? Как это происходит сейчас? Правда, девальвация непоследовательная, но, тем не менее, она идет. Потому что другого способа поддержать экономику в условиях, когда коррупция, чрезмерный монополизм, отсутствие государственной политики развития нет. А экономический спад неприемлем по политическим причинам. В результате, девальвация естественным образом идет к импортозамещению. И правительство смотрит, о, слушайте, а у нас импортозамещение происходит. Наверное, это в результате нашей выдающейся деятельности. И начинают дружно говорить про импортозамещение, пока эффект от девальвации не проходит. В этом году девальвация была не сильной, она была для спекулянтов, не для экономики. Негативный эффект был огромный, социальный, но, тем не менее, экономика уже в таком состоянии, что она не может быстро реагировать на девальвацию. Эффект от девальвации в настоящем времени уже сошел на нет, в августе промышленный рост ноль. Соответственно, придется делать сейчас очередную волну. Вот то, что было, это, так сказать, некоторое преддверие. Для того, чтобы обеспечить реализацию импортозамещения, нужно устранить те причины, которые привыкли к катастрофе, которая есть. Для этого необходимо. Первое. В духовной сфере, в идеологической сфере признать, что нынешняя модель рыночной экономики несостоятельна и враждебна нашей стране, она должна быть заменена. Совершенно очевидно, что в нынешних условиях, когда нам в сжатые сроки нужно наращивать огромное количество производственных мощностей, может быть введена только мобилизационная модель экономики. И эта модель экономики должна быть соответствовать современным условиям пятого-шестого технологических вкладов, и ее надо разрабатывать. Пока такой вынятной модели, применительной к России, еще у нас нет. Второе. Причина, которая обувила нашу страну, это концепция о встраивании в мировой порядок, в мировое разделение труда по модели глобализации, предложенной Западом. Должно быть принято и признанно, что эта модель порочная, неприемлемая для России, и должна выстраиваться новая качественная концепция глобального мирового порядка, обеспечивающего, с одной стороны, адекватный торговый обмен между участниками этих процессов, а с другой стороны, сбалансированное развитие каждого из них. Продолжение следует...